Добрый день, вы смотрите Голос Америки. Это прямая трансляция на нашей странице в фейсбуке. Подключайтесь, мы продолжаем проект. Она, как всегда, он выходит по четвергам. Это проект о женщинах, которые вдохновляют. Может быть, такая женщина живет где-то с вами по соседству. Расскажите нам о ней, напишите на anavuanews.com и мы снимем историю. Это проект Она и наша сегодняшняя героиня – триатлонистка Джули Мосс, которая сделала этот вид спорта популярным и сделала весьма необычным способом. Доползла до финиша на руках, преодолевая слабость и боль. С Джули познакомилась моя коллега Ангелина Багдасарян. Она сейчас с нами на связи из Лос-Анджелеса. Ангелина, здравствуй. Здравствуй, Теня. Добрый день, телепрителеносу. Как ты узнала вообще о Джули? Знаешь, это очень интересная история. Наш с тобой коллега Роман Мамонов, который ведет программу «В настоящее время Америка», занимается марафонскими забеганами. И вот как раз-таки он прислал мне книгу Джули Мосс, в которой она описывает свою историю. Он был настолько впечатлен и вдохновлен ею и ее историей. Она действительно помогает ему бегать, как и миллионам других людей во всем мире. И, прочитав эту книгу, я решила, что необходимо сделать про эту историю. И мы отправились в Сан-Диего, в город Сан-Диего, в калифорнийский городок, где, собственно, и встретились с этой потрясающей женщиной. И, конечно, от нее идет эта энергетика. Она действительно является легендой Айрон Мэна. И я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили, и потом поговорить о ней. Пробежки вдоль океана для Джули Мосс – ритуал. Она не просто тренируется, но и черпает силы. Джули Мосс, пожалуй, самая известная триатлонистка в мире. Это она буквально доползла до финиша, прославив триатлон и на своем примере, показав миру, что если ты чего-то очень сильно захочешь, нужно идти к цели до конца. И даже придя вторым, можно навсегда остаться в памяти людей номером один. Это был 1982 год. Гавайи, Айрон Мэн. Тогда в США марафон триатлонистов, которые плыли, потом ехали на велосипеде и затем бежали, транслировали в прямом эфире. Я всегда смотрела по телевизору соревнования и была словно под гипнозом от них, но при этом я не имела никакого отношения к спорту. Я была простой девушкой-серфером из Калифорнии, студенткой. Плюс я изучала физическую культуру и кинезиологию и подумала, а было бы здорово сделать про Айрон Мэн курсовую работу. Собрав чемодан, Джули отправилась на Гавайи. Как все студенты, я тянула до последнего и начала подготовку в последнюю минуту. Проплыть 4 километра, 180 километров проехать на велосипеде и 42 километра пробежать. Наверное, это было безумие с моей стороны. Я понятия не имела ничего об этих видах спорта. Да и о триатлоне вообще мало что знала. Студенческий эксперимент, в ходе которого она собиралась изучать влияние физической нагрузки на тело, неожиданно для самой Джули превратился в настоящий марафон. Она без специальной подготовки оказалась впереди всех, но внезапно тело перестало слушаться. Последние 10 километров марафона было что-то не так. Я обессилела, я не была готова к такому долгому пути. Последний час я старалась что-то поесть в надежде, что это даст мне силы. Но на последнем километре мои ноги отказали. Я должна была побороть в себе желание сдаться и в то же время понять, что я могу еще сделать, как могу подняться с земли. Мои ноги не слушались меня, я решила использовать руки, чтобы поднять себя. Я поднялась, и желание победить пришло. Она признается, вместе с физической болью она испытала стыд, ведь на нее смотрели десятки миллионов телезрителей. Это было тяжело физически, потому что мое тело буквально разваливалось. Но чем тяжелее становилось телу, тем мое сознание становилось сильнее. Оно и спасало меня. Это был единственный путь, буквально выползти из этой ситуации, сохранять сосредоточенность. Признаться, мне хотелось просто заплакать и убежать, но разум повторял – борись, борись. И она боролась, ползла к финишу на глазах у изумленной толпы. Отстававшая на 20 минут соперница Джули обогнала ее буквально в нескольких шагах от финиша. Потом победительница того марафона Кэтлин Маккартни скажет, что не заметила Джули. И просто хотела финишировать первой. Но мир запомнит Джули, приползшую второй. «Айронмен» полностью изменил мою жизнь. И изменения случились на том самом последнем километре марафона. В тот момент я поняла очень важную вещь. Только оказавшись в экстремальной ситуации, ты можешь узнать, на что способен. И тогда это увидел весь мир, что у каждого из нас силы, о которых мы даже не подозреваем. Это было что-то необычное – раскрыть саму себя, найти способ бороться. И я очень горжусь этим моментом. Тогда ко мне пришло понимание – я должна закончить эту гонку, несмотря ни на что, и гордиться собой. Приду я первая или приползу вторая. Для меня это все равно большое достижение. Хрупкая на вид и такая сильная. Духом она навсегда осталась в триатлоне. Связала свою жизнь с атлетом, потом на дистанцию вышел и их сын. Сегодня из-за проблем со здоровьем Джули не участвует в марафонах. Но у нее есть большая мечта, которую она наверняка осуществит. Я все еще мечтаю быть на старте 50-го юбилейного забега Iron Man. Я участвовала в 40-м забеге в 2018 году. Мне было 60, и я думала, это мой последний Iron Man. Но сейчас единственное, о чем я думаю, это о следующем юбилейном марафоне. А еще я очень хочу объединить женщин, расширять их возможности и помогать в любом возрасте быть в спортивной форме. Потому что сильное тело – это всегда сильный дух. Ангелина Богдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время Америка, Карлсбад, Калифорния. Вы смотрите проект «Она» о женщинах, которые вдохновляют. Наша сегодняшняя героиня-триатлонистка Джули Мосс. А на связи с нами из Лос-Анджелеса моя коллега Ангелина Богдасарян, которая познакомилась с Джулией и сняла вот эту историю, которую вы только что видели. Ангелина, тут приходят вопросы от наших зрителей. Во-первых, Денис написал «Вот это сила» с таким восхищением и спрашивает, как такие нагрузки влияют на здоровье. То есть, ну, было ли действительно какое-то негативное влияние, вот учитывая то, что она никогда не занималась спортом и вдруг так внезапно в это окунулась? Вот как раз-таки она же действительно поехала для того, чтобы изучить, как влияют эти нагрузки, это была ее студенческая работа. И я у нее спросила, вот долго ли вы проходили этот курс реабилитации? Потому что, ну, вот вы видели сами на кадрах, действительно человек просто падал без сил. Она сказала, что буквально вечером она сидела уже в ресторане и обсуждала эту историю со своей мамой. Может быть, потому что, она говорит, я была тогда молода, 23 года, силы еще были. И поэтому, конечно, она говорит, буквально за него несколько часов прийти в себя и дальше жить обычной нормальной жизнью. Ну, вот что касается боли в мышцах или вот каких-то вот таких вот физических именно вещей, она говорит, что две недели взяла. Да, еще пишут нам, Алексей написал, для подготовки к айронмену необходимо проводить по две тренировки в день. Очень много времени надо тратить и часто в ущерб близким. Но это он, в принципе, говорит о том, как люди... Да, это действительно так. ...к этому готовятся. Но я думаю, что близкие в этом случае понимают. Это не в ущерб близким, а как-то это согласовывается с ними. Ну, вот она еще рассказывала, да, о том, что она, так как жила в Калифорнии, занималась серфингом, она видела красивых мужчин и женщин, которые бегают по пляжу. И вот это вот как раз-таки ее вдохновило на то, что вот заняться спортом... В принципе, она бегала, но, конечно, не занималась этим профессионально, и у нее не было какой-то специальной подготовки. Как раз-таки, как правильно заметили наши зрители, для того, чтобы участвовать в таких соревнованиях, нужна действительно очень серьезная подготовка. А, кстати, о вдохновении. А кто вдохновляет саму Джули? И кто для нее пример для подражания? Ты знаешь, как раз-таки она написала книгу, о которой я рассказывала в начале эфира. Она называется «Доползти до славы». И как раз-таки эта книга совпала с выходом книги Мишелла Бамы. Как раз-таки для нее именно эта женщина является символом силы, женской силы. И именно вдохновляется она ею, ее историями, ее книгой. И она очень горда тем, что как раз-таки книги вышли практически в одно и то же время. И для нее это большая честь. Она об этом очень много говорила. Денис пишет, наверное, большую роль играет сила духа. Ну, конечно. Конечно, да. Действительно, сила духа. Эта женщина, она, конечно, потрясающая. Вот эта вот сила, она из нее буквально идет. Я хотела еще сказать о том, что очень много и часто говорят о том, что для того, чтобы хорошо выглядеть, необходимо иметь много денег. Пример приводит уже Дженнифер Лоббас, которая потрясающе выглядит в своей 50. Джули Мосс 61. Она выглядит просто невероятно. И это, конечно, история про то, что там не нужны большие деньги, не нужны какие-то особые вливания для того, чтобы хорошо выглядеть. Как говорит она, секрет ее красоты в том, что она в себя верит, она сильна и она занимается. Конечно же, она занимается каждый день. Она бегает вдоль океана, у нее заплывы, она едет на велосипеде. И как вот она поддерживает свою форму. Но даже вот если отбросить то, что она потрясающе физически выглядит, из нее просто вот исходит вот эта вот сила и доброта, и красота. Вот именно вот красота такая. Получится, да. Да, да, вот именно правильно. А какие она еще советы может дать женщинам, которые, может быть, только... Ну, не только женщинам, я думаю, конечно, которые только хотят начать заниматься каким-то спортом, вот не знают, с чего начать. Питание. Она говорила о питании, что это очень важно, необходимо. Здоровое питание. Здесь, в Калифорнии, уже принято очень много овощей, сельдерей, авокадо. Это вот ее... Я спросила, с чего начинается вождение. Она сказала, мой день начинается с двух вареных яиц. Белок. Поэтому она очень много внимания уделяет, конечно, питанию. И, конечно, если вы не можете бежать, хотя бы ходите. Такой вот совет дала Джулина. А вот к кому-то обратиться за советом. Кому она обращается за советом? Да, к кому она обращается за советом. И вообще, ну, некоторые люди стесняются спросить что-то у кого-то. А, вот, она как раз-таки рассказала о том, что не стыдно обращаться за советом. Когда она прилетела на Гавайи, вот на этот Iron Man, она ничего о нем не знала. Это действительно было что-то новое в жизни не только ее, но и американцев. И она стала спрашивать у триатлонистов, у профессионалов, как поступить, что лучше сделать, как бежать, где бежать. И они с радостью делились вот с ней всей этой информацией. И она говорит, что она извлекла для себя очень важный урок о том, что если ты чего-то не знаешь, спроси. Не стыдно не знать. Нужно спрашивать для того, чтобы пополнять себя новыми знаниями. И люди откроются тебе. Вот этот урок, который она для себя извлекла также вот из той ситуации. Спасибо большое, Ангелина. Я напомню, что с нами на связи была Ангелина Богдасаряна из Калифорнии, автор сюжета от Джули Мосс, легендарной триатлонистки. Спасибо большое, Ангелина. Я прочитаю несколько сообщений от наших зрителей. Она молодец, написала нам Гуля. Денис пишет, спасибо таким людям. Они могут очень сильно вдохновлять и помогать. Но тут есть еще какие-то подсчеты, сколько что стоит. Но вы слышали, что ее история начиналась как раз не с финансовых вложений, а с некоего научного интереса, который привел уже к спортивному интересу. Спасибо, что были с нами и так активно нам сегодня писали, откликались. Смотрите проект «Она каждый четверг» о женщинах, которые вдохновляют. Я Ксения Туркова. До встречи.